Продолжение следует... Продолжение следует... Войска или солдаты маршировали через поле. Значит, можно говорить, что они маршировали через поле, а можно говорить, что они маршировали по полю. Почему бы и нет? Тоже как вариант. Возможно, across имеет еще какое-то значение. И третье. Слух быстро распространился по местности или по стране. Здесь у нас по... Здесь уже никак через не скажешь. Ну, возможно, у across два значения. А возможно, у него есть еще и синонимы. Итак, я как всегда нарисую табличку с примерами, с синонимами, дабы показать, как across себя ведет. Это может показаться странным, но у across достаточно много синонимов. Сейчас мы это увидим. Итак, первое значение, самое такое, что ни на есть классическое, это значение через и поперек. Само по себе челюсть и поперек еще ни о чем не говорит. Возможно, кто-то скажет, есть для этого предлог over, зачем такие проблемы, зачем мне какой-то across. Но дело в том, что здесь нужно оговориться, что мое движение будет иметь специфику. Во-первых, это движение должно быть пересекающее площадь по прямой, а не сплошь по площади, по плоскости. И это движение должно идти без препятствий. Здесь это тоже важно. Ну, я, наверное, не буду мудрствовать. Я возьму свой пример первый и перепишу сюда. Там, they marched across the fields. То есть, они шли, строим, как-то маршировали через поле. То есть, грубо говоря, у меня было поле какое-то ограниченное границами какими-то. И вот у меня здесь шло движение через поле. Вот примерно так. Это across. Никаких препятствий не было, все было нормально. Но может быть и другая ситуация. Я возьму сейчас чуть-чуть другой пример. Например, такое. Если мы на минуту нарисуем в своем воображении вот эту вот картину, то есть, ветер дул через остров, если дословно. Как это может быть, как это вообще выглядит? Ну, допустим, там у меня какой-то остров. Там где-то в каком-то море, условно говоря. И вот через него получается дул ветер. Но ветер же дует не по прямой. Если он дует, то это какой-то вот воздушная масса там движется. Вот как-то так. Вот что-то такое более массивное. И у меня получается, да, движение по направлению, через что-то. Но это не просто одна прямая линия. Это скорее целый массив у меня движется. Вот так вот. И здесь, если у меня такая ситуация, то здесь у меня будет синоним. Это over. Иногда синонимом across еще указывают предлог through. Но through это не совсем синоним. Дело в том, что through предполагает движение тоже через что-то или поперек чего-то. Но при этом это движение с усилиями. Это с препятствиями. То есть, когда что-то моему движению препятствует. Поэтому through я бы не называла синонимом в данном случае слова across. Здесь over действительно является очень неплохим заменителем across. И, кстати, в изначальных примерах, вот здесь был у меня последний третий пример. The rumor has quickly spread across the land. То есть, слух распространился быстро там по стране. Получается, он же не распространился по одной линии. Он распространялся во все стороны. Вот примерно так, как дул ветер над островом или через остров. Поэтому нужно иметь в виду, что across иногда действительно может дублировать over. И это не обязательно там поперек. Надо внимательно смотреть контекст. Далее. Есть второе значение across. Это такое более переносное, но все же оно есть. И поэтому надо о нем, естественно, знать. Это движение, пронизывающее какую-то массу. Или какой-то массив. Можно сказать, что оно пронизывает тело. Ну вот, возьмем такой пример. Допустим, suddenly. Я так для усиления, для динамики поставлю suddenly. A brilliant idea. Внезапно меня осенила гениальная какая-то умная мысль. A brilliant idea. Flashed. Я так еще подчеркнул. Flashed, точнее, не flushed. Flashed промелькнуло у меня в мозгу. Across my mind. Вот что-то в этом роде. Что у меня здесь? Вот мое искомое выражение. Вот оно. Flashed, across и дальше my mind. То есть, вот мой мозг, условно говоря, там через мой мозг как-то вдруг промелькнула какая-то там идея. Ну, это так, конечно, очень условно и очень так абстрактно. Но, тем не менее, вот это тоже across. Здесь, кстати, синонимом across может считаться предлог through. Но это очень условно. Потому что, опять же, нужно помнить, что through имеет в себе такой намек на препятствие. Здесь вроде бы как препятствий никаких не было. Идея там мелькнула в мозгу. Ну, какие препятствия? Поэтому сру я возьму в скобочки. Вот так вот. То есть, это как бы можно, но осторожно. И, как ни странно, across, кроме того, что это в основном, конечно, предлог движения, но кроме этого, across еще может быть и предлогом места. Да, это немножко реже встречается, но, тем не менее, такое тоже имеет право на жизнь. Если он предлог места, тогда он выглядит так. Это нахождение по ту сторону чего-то. Или, если проще сказать, то это просто за. За чем-то. Здесь надо иметь в виду, что это не значит, что за диваном, за шкафом. Для этого у меня есть слово behind. Но здесь у меня там какие-то горы. И вот, условно говоря, там я нахожусь вот здесь. А, допустим, какой-то там объект находится там где-то за горами. За горами, за лесами. Вот где-то там находится что-то. Вот. Или они, допустим, живут там за холмами где-то. Вот это будет across. То есть, вот. Мне надо пересечь как бы горы по перпендикуляру там или еще как-то. И тогда я увижу то, что мне интересно. Вот это и есть across. Ну, допустим, у меня может быть такое. They lived across the hills. Вот таким вот образом. Можно говорить, что они жили через холмы. Ну, мы так не говорим, естественно. Это непонятно. Поэтому они жили за холмами. То есть, для того, чтобы я их могла увидеть, я должна была пересечь холмы. То есть, go across там, условно говоря. Здесь тоже можно сказать, что его синонимом является over. Но, опять же, нужно смотреть контекст. Нужно смотреть, о чем идет речь. И тогда, собственно, можно увидеть. Солесообразно мне ставить over или лучше все-таки поставить across. Кроме того, нужно помнить, что движение с across – это не только движение такое вот буквальное ногами, грубо говоря. Это также, допустим, посмотреть через что-то. И, опять же, здесь рядом ходит его синоним over. То есть, across, по большому счету, всегда нужно помнить, что это движение, грубо говоря, через плоскость. Грубо говоря, по прямой линии. И, желательно, по самому кратчайшему пути. Следует также помнить, что это может быть в переносном значении. Да, возможно, мы это не видим каждый день. Но, как бы там ни было, такое может тоже встречаться. Там, flash across my mind. В основном это касается, кстати, вот такого рода выражения. Это умственная деятельность. Ну и отдельный случай – это нахождение по ту сторону там чего-то. Вот такой вот интересный предлог. Ну, ничего особенного вроде бы. Все более-менее понятно. Никаких неожиданностей. Но, тем не менее, надо тоже уметь им пользоваться. Скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.